За полгода по вине водителей общественного транспорта случилось 16 ДТП. Однако, это уже в половину меньше, чем раньше. За это время никто не погиб, но были ранены. Сотрудники ГАИ в рамках программы «Автобус-2014» нашли полторы тысячи нарушений у водителей пассажирского транспорта. 10 фактов управления автобусом в нетрезвом состоянии. Это порядка 200 нарушений превышения скорости. А за время проведения мероприятий было выявлено больше 300 автобусов, которые эксплуатировались с различными видами технических неисправностей. Пассажиры маршрутного транспорта говорят, что наши автобусы далеки от желаемых. Но водители стали меньше хамить и на том благодарны. Мы понимаем, учитывая стоимость проезда и тот транспорт, что все это частное. Ну, наверное, можно смириться пока с этим. Зачастую курят, по мобилке разговаривают, матом ругаются. Ну, есть хорошие ребята. Не все плохие. Водитель водителю рознь. Некоторых одесситов больше беспокоит музыка, которая звучит в салоне, чем манера вождения перевозчика. Говорят, что учить вождение надо и водители маршрутки, и обычных автомобилистов. Они просто используют моменты на дороге. Если бы все одинаково пользы справедливого дорожного движения соблюдали, это был бы один разговор. А так все ездят примерно одинаково. В ГАИ говорят, что следить за состоянием маршрутного транспорта и за манерой вождения водителя в первую очередь должны директора фирмы-перевозчика. Ольга Китик, Алексей Мароховский, Думская ТВ.